Владимир Путин по видеосвязи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности в ряде регионов нашей страны. Главе государства доложили, в городе Киржич Владимирской области построен завод по производству оборудования для систем вентиляции и кондиционирования. В Володарске Нижегородской области создано ткацко-отделочное производство полного цикла. В Крымском районе Краснодарского края вводится в эксплуатацию ТЭС «Ударная» мощностью 560 мегаватт. В Усть-Илимске Иркутской области готовится к работе целлюлозно-картонный комбинат. Владимир Путин отметил, за последние годы в России открыты сотни новых производственных цехов заводов-фабрик. Среди них настоящие промышленные гиганты, такие как горно-металлургический комбинат «Удакан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, «Запсивнефтехим» в Тюменской области и многое другое. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. Компании, которые их реализуют, могут выбрать наиболее подходящие, комфортные для себя инструменты. Речь, в частности, о специальных инвестиционных контрактах, о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, о кластерной инвестиционной платформе, о промышленной ипотеке. А еще на видеоконференции с президентом проанонсировали. В Самарской области «АвтоВАЗ» запускает серийное производство автомобилей бизнес-класса «Лада Аура». Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, в автопроме удалось достичь наиболее высоких темпов роста. Производство увеличилось на 37%. Знаковым событием станет сегодняшний запуск на конвейер, разработанный при господдержке модели «Аура». Причем мы не собираемся на этом останавливаться и будем расширять линейку в наиболее востребованных классах легковых автомобилей. Они будут построены по принципу единой модульной платформы и эти решения как раз мы закладываем в новом национальном проекте по транспортной мобильности. Продолжение следует...